Здравствуйте, ребята! В начале урока мы с вами попробуем разгадать ребусы и узнаем, что мы будем сегодня изучать. Итак, ребята, что у нас получилось? Воздух, давление, ветер, климат. Ребята, вы, наверное, догадались, что сегодня мы с вами вспомним информацию о воздушной оболочке Земли, атмосфере. Мы изучим с вами, какие факторы оказывают влияние на климат и рассмотрим причины разнообразия климатов разных территорий земной поверхности. Тема нашего урока – атмосфера, климатические пояса Земли. Мы живем на дне воздушного океана. Воздух прозрачен. Мы не видим и не замечаем его, но он постоянно напоминает нам о себе. Из воздуха мы получаем необходимый для жизни кислород. В сутки человеку нужно около 11 тысяч литров воздуха. Воздушная оболочка атмосфера предохраняет Землю от смертоносных космических лучей, от бесконечного множества метеорных тел. Некоторые представления об атмосфере вы уже получили, изучая географию. В шестом классе. Вы, например, знаете, что в состав атмосферы входят 78 процентов азота, 21 процент кислорода и 1 процент другие газы. Такой состав воздуха на Земле до высоты 100 километров почти везде одинаков. В атмосфере воздух распределен неравномерно. С высотой его объем уменьшается и чем выше, воздух становится более разреженным. Поэтому четко верхней границы атмосфера не имеет. Условно ее проводят на высоте 3000 километров. В атмосфере различают отдельные слои. Тропосферу, стратосферу, верхние слои атмосферы. Ребята, какой слой атмосферы самый нижний? Самый нижний слой тропосфера. Его толщина над поверхностью планеты разная. Над полюсами составляет 8-9 километров, а над экватором до 18 километров. Это самый плотный слой. Здесь сосредоточено около 80 процентов всей массы воздуха и почти весь водяной пар, из которого образуются облака, а затем идут осадки. Поэтому именно в тропосфере формируется погода Земли. Особую роль для жизни на Земле играет озоновый слой, который концентрируется на высоте 20-25 километров. Задерживает большую часть вредных космических излучений, губительных для всего живого. Вы наверняка помните, что такое изотермы и изобары, гигрометр и флюгер. Все это пригодится нам в работе с климатическими картами, на которых отображены сведения о климате любой территории. Климат – самый изменчивый компонент природы. Разные участки земной поверхности отличаются температурами воздуха и атмосферным давлением, господствующими ветрами и количеством выпадающих осадков. Такое разнообразие определяется климатообразующими факторами. Самый главный фактор, который оказывает влияние на климат – это географическая широта или угол падения солнечных лучей. Ребята, давайте с вами вспомним, от чего нагревается воздух. Воздух нагревается от земной поверхности. Чем ближе к экватору, тем больше угол падения солнечных лучей, тем сильнее нагревается земная поверхность и, следовательно, выше температура воздуха. Кроме того, от широты местности зависит и продолжительность дня, что также определяет величину поступающего тепла. Но температура воздуха зависит еще от многих причин. Например, от характера подстилающей поверхности. Над океанами и морями она составляет всего 1-2 градуса. Над степями 15-20 градусов. Над пустынями до 30 градусов. Так как вода нагревается и остывает медленнее, чем суша. Велико влияние снежного и ледяного покрова. Снег и лед отражают большое количество солнечных лучей и представляют собой своеобразные природные холодильники. Рельеф местности, например, расположенные на пути ветров горы, препятствуют проникновению вглубь материков влажных воздушных масс океанов. А равнинный рельеф, наоборот, создает для этого благоприятные условия. Облачность. С ее увеличением температура уменьшается, так как облака не позволяют земной поверхности сильно нагреться днем и остыть ночью. Наибольшие температуры мы наблюдаем не на экваторе, бассейне реки Конго, а в континентальном тропическом климате, пустыне Сахара. В чем причина? Ведь, следуя общему правилу, на экваторе температура должна быть самой высокой. Все дело в облачности. Сложные процессы образования и размещения климатом на Земле отображены на климатических картах. Из них можно получить данные о температуре, осадках, давлении, перемещении воздуха. Уменьшение температуры воздуха от тропиков к полюсам прослеживается во все сезоны года. Самые высокие годовые температуры на Земле наблюдаются на так называемом термическом экваторе. Он не совпадает с географическим экватором и находится в среднем на параллели 10 градусов северной широты. Чем это можно объяснить? В первую очередь тем, что в северном полушарии площадь суши больше, чем в южном. А кроме того, в южном полушарии сказывается холодное дыхание, покрыто льдом Антарктиды. Следует отметить, что северное и южное полушария в разное время года освещаются по-разному. При движении Земли вокруг Солнца земная ось постоянно наклонена в одну и ту же сторону и направлена на север, к полярной звезде. Двигаясь вокруг Солнца, Земля подставляет солнечным лучам наибольшую часть площади то северного полушария, то южного. В том полушарии, которое больше освещено Солнцем, солнечные лучи падают более отвесно и дают больше тепла. Там лето. В это же время в другом полушарии зима. Воздух не бывает в спокойном состоянии, он всегда перемещается. Не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении. Воздух, окружающий Землю, имеет массу и поэтому оказывает давление. Главной причиной изменения давления является изменение температуры воздуха. При повышении температуры давление убывает и наоборот. Итак, ребята, давайте разберемся. Над экватором в течение всего года большое количество солнечного света и тепла. Воздух нагревается, расширяется, становится легче и поднимается вверх. Вследствие этого у земной поверхности близ экватора устанавливается низкое атмосферное давление. Поднявшись до определенной высоты, воздух охлаждается, становится тяжелее. Но опуститься вниз над экватором, из-за восходящих потоков воздуха он не может. Ему остается только одно – уйти в сторону. И уже охлажденный воздух опускается вниз над тропиками и формируется область высокого атмосферного давления. У земной поверхности воздух прогревается и направляется в сторону экватора и умеренных широт. Вместе с прогретым воздухом над экватором поднимается и водяной пар, который образовался в результате испарения. Водяной пар накапливается и образуется облака. И во второй половине дня выпадают атмосферные осадки. Но не просто осадки, а ливневые дожди. Но над тропиками нисходящие потоки воздуха. В связи с этим облака не образуются. Следовательно, осадков очень мало. А теперь давайте мы с вами окажемся на полюсах. Солнечные лучи здесь скользят по поверхности. Воздух плохо прогревается. И холодный, тяжелый воздух опускается вниз. Давление высокое. Облачность не формируется. Осадков мало. Сталкиваясь с земной поверхностью, холодный воздух растекается и, доходя до умеренных широт, начинает прогреваться. Становится теплее и поднимается вверх. Поэтому в умеренных широтах давление низкое. На определенной высоте воздух охлаждается и уходит в сторону полюса и тропика. В умеренных широтах вместе с воздухом поднимается и водяной пар. Образуются облака, выпадают атмосферные осадки. Посмотрите, ребята, на схему. Что у нас получилось? На земле формируются пояса атмосферного давления. Три пояса с преобладанием низкого атмосферного давления. Они формируются над экватором и в умеренных широтах. И четыре пояса с преобладанием высокого атмосферного давления в районе тропиков и полюсов. Образование поясов атмосферного давления у земной поверхности объясняется неравномерным распределением солнечного тепла. А также существует взаимосвязь между давлением и атмосферными осадками. Низкое давление осадков много, высокое осадков мало. От поясов атмосферного давления напрямую зависят постоянные ветры земли. Так как в экваториальном поясе преобладает низкое давление, а близ 30 градусов северной широты и южной широты высокое, у поверхности земли в течение всего года ветры дуют от тропиков к экватору. Это пассаты. Под влиянием вращения земли вокруг оси они отклоняются к западу. От поясов высокого давления близ тропиков ветры дуют не только к экватору, но и в сторону полюсов. Так как в умеренных широтах преобладает низкое давление. Однако вследствие вращения земли потоки воздуха постепенно отклоняются к востоку. Поэтому в умеренных широтах преобладают западные ветры. На климат в умеренных широтах северного полушария большое влияние оказывают также полярные северо-восточные ветры. И зимой и летом они приносят резкое похолодание и ясную безоблачную погоду. Мусоны от арабского время года. Зимой мусоны имеют направление суши на море. Летом наоборот, с моря на сушу. Общая циркуляция атмосферы представляет собой систему воздушных течений над земной поверхностью, благодаря которой осуществляется перенос тепла и влаги. Поэтому циркуляция атмосферы второй по значимости фактор формирования климата любой территории. Вы уже знаете, что воздушные массы бывают морскими и континентальными. Морские воздушные массы формируются над океаном. Они более влажные по сравнению с континентальными, образующимися над сушей. Континентальный климат отличается большей амплитудой температур и значительно меньшим количеством осадков. В различных широтах Земли формируются свои воздушные массы. Экваториальные, умеренные, тропические, арктические и антарктические. Разные типы воздушных масс обладают разными свойствами великого воздействия на климат океанических течений. Климат побережья, омываемых теплыми течениями, более теплый и влажный, чем климат побережья, омываемых холодными течениями. Например, вдоль западных берегов Южной Америки проходит холодно-перуанское течение и формируется тропическая пустыня Атакама. В зависимости от температурных условий, преобладающих воздушных масс и ветров, на земном шаре выделяют климатические пояса. Известный ученый Алиса выделил на Земле 13 климатических поясов, которые отличаются друг от друга температурными условиями и воздушными массами. Климатические пояса делятся на основные и переходные. Названия основных климатических поясов соответствуют их географическому положению. Основных климатических поясов семь, экваториальный, два тропических, два умеренных, арктический и антарктический. В названиях переходных поясов присутствует приставка суп, что в переводе с латинского означает под, субэкваториальный, субтропический, субарктический и субантарктический. В экваториальном климатическом поясе температура мало меняется в течение года, поэтому здесь всегда ровный годовой ход температуры воздуха, плюс 24, плюс 28 градусов. Осадки обильны, имеют ливневый характер. Количество осадков 1000-3000 миллиметров в год. В течение года здесь отмечается один сезон – летний, жаркий и влажный. В тропических климатических поясах преобладает ясная погода, при которой солнечные лучи сильно нагревают поверхность. Из-за отсутствия облаков в течение всего года очень мало осадков. Средние температуры воздуха с самого холодного месяца в году составляют плюс 12, плюс 20 градусов, а с самого теплого – плюс 30, плюс 40 градусов. Это самые жаркие территории Земли. Умеренные пояса занимают около 1 четвертой поверхности Земли. В умеренных климатических поясах господствуют умеренные воздушные массы. Здесь ярко выражены все четыре времени года. Преобладают западные ветры, которые приносят с океана осадки, западные районы материков. Во внутренних районах осадка выпадает значительно меньше. На востоке материков, в областях с муссонным климатом, годовое количество осадков возрастает. В арктическом и антарктическом климатических поясах в течение всего года очень низкие температуры и малое количество осадков. Здесь наблюдается полярный день и полярная ночь. В переходные пояса, находящиеся между основными, в разные сезоны года поочередно заходят воздушные массы из прилегающих основных поясов. Это связано, как вы уже знаете, с сезонным перемещением над земной поверхностью поясов атмосферного давления, смещающихся вслед за Солнцем, летом к северу, зимой к югу. Субэкваториальный климатический пояс расположен между экваториальным и тропическим климатическими поясами. Территорию субэкваториальных поясов летом занимает влажная экваториальная воздушная масса, а зимой сухая тропическая. Поэтому здесь выделяют два сезона года – жаркое и дождливое лето, сухая и жаркая зима. В субтропические переходные пояса зимой приходит воздух умеренных широт, а летом тропический воздух. Для субтропического климата характерно – жаркое, сухое лето и прохладная, более влажная зима. В субарктическом и субантарктическом поясах зимой господствует арктическая или антарктическая воздушная масса. Зима длинная и суровая и малоснежная, а летом воздух умеренных широт. Лето прохладное, короткое и влажное. Разнообразие климатов на Земле определяет облик природы. Климатические условия сильно влияют на жизнь, на хозяйственную деятельность людей и на их здоровье. Вместе с тем климаты отдельных территорий не существуют обособленно. Они представляют собой части единого для всей планеты атмосферного процесса. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok